Всем привет дорогие друзья, с вами Фёст Ван, а это очередное видео посвящённое игре Кризис Вконтакте. Сегодня я покажу вам только клановые сражения, наше первое сражение против клана Сибиряки. Сражаемся в формате двое против двух, как бы трое против трёх, конечно, веселее, зрелищнее, ну да ладно. Так, я тут выбрал огнемётчиков, есть у меня тут снайпер, пулемётчики, мне кажется, такой уже мощный выход у нас идёт. Давайте ещё пехотинцами всё это дело разбавим, а враг-то у нас, а вот враг наконец-то сделал свой первый ход. Мне ещё там союзник подбодрил немного войск, ну не знаю, танковые вои, мне кажется, должны уже сейчас всё смести, в зависимости от того, какой, конечно, у нас силы враг. Так, ребята, давайте. Так, а что-то, видите, вот используешь облако, а анимации нету, и непонятно, то ли сработало оно, то ли не сработало, то ли просто сработало, но анимация ещё не загрузилась. Так, чуть-чуть лечим пехоту, судя по всему, мы выигрываем, у нас такой перевес в здоровье. Так, парень выводит танк, сейчас мы его можем со ската бахнуть, да, и быстренько продавить их позиции до самого флага. Так, он выводит каких-то пулемётчиков, но он уже зажат, смотрите, сейчас ещё огнемётчики, танк. Его уже, наверное, ничто не спасёт, чтобы сейчас тут не появилось, в это сразу полетит куча снарядов. Можно даже, наверное, пока не высаживать пулемётчиков, да, подождать. Там на правом фланге у нас тоже, в принципе, мы врага зажали. Да, ребят, это такая шустрая победа. 100 тысяч урона у меня, 100 тысяч у союзников, в общем, мы примерно одинаково. Выступили, да и враги одинаково, там 66, 73, ну, близко к тому. Так, ну что же, друзья, клановое сражение, вот он наш враг. Кстати, смотрите-ка, враг сразу, да, выводит артиллерию. А мы выведем артиллерию чуть-чуть попозже. Что мы выведем сперва? Пулемётчики у нас пойдут. Так, я на... Блин, слушайте, а их много. Их реально много. Может, накрыть скатом? Не, скат у меня против пехоты слаб. В основном против техники. Даже не заметил, как мне артиллерию снесли. Блин, меня тут ребята глушат прямо сильно. У меня пулемётчиков нету, чтобы их вывести. Танку выводить вообще нет смысла. Его сразу порвут. Так, враг ещё снайперы выводит. Прям почти вплотную к нашим позициям. Это мне совсем не нравится. Убейте вот эту снайпершу. Смотрите, даже не добил соската. Эти ребята выводят амперы. Ещё один танк. Не, у них всё вообще прекрасно. Мне как-то не знаю. Мне моя начальная высадка не очень понравилась. Вообще, изначальный расклад сил, который у меня был в самом начале. Так, ну ладно. Тут мы уже проиграли. Это бесспорно. Смотрите, я тут вообще самый слабый. 212к, 265к у Дениса. У Виктора аж 592. У врагов вон 875 у кого-то. Анна Паола Мартинес. Так, ну ладно. Это не последний бой сегодня. Попробуем ещё отыграться. Так, пехотинцы, пулемётчики. Так, подождите. Сейчас вернусь на базу ещё. Может быть на специалиста на какого накоплю. 110. 110. А сколько у нас стоит парень, который улучшает силу активных умений лёгкой пехоты? 120. Мне всего лишь 3 копейки не хватает. Ребят, когда вы меня там произведёте? Через 1 минуту 13 секунд. Ну ладно, подожду. Найму специалиста и тогда уже пойду регистрироваться на битву. Так, вот, отлично. Всё готово. Забираем наши 5 монет. Что тут ещё? Давайте консервы возьмём. И топливо, топливо нам дайте. Так, ну и теперь мы готовы к бою. В бой у нас пойдут... Так, в бой у нас пойдут 2 ската. Это здесь. Что? Ну, я вот вообще вот этих сейчас пиротехников трачу. У нас есть 13 штук 5 уровня, поэтому как-то 8 штук 3 уровня можно и потратить. Не жалко. Всё остальное... Ну, не знаю, что тут. Как-то тут уже что-то жалко тратить. Ну, можно Борову одного, в принципе, потратить. Так сказать, ради общей победы. Тем более их 8 штук. Мне кажется, этого более чем достаточно. Всё-таки, знаете, у меня о Боровах... Так, погодите, а специалист наш... Мы его не взяли. Вот. Теперь мы готовы к бою. Боров, он, знаете, он хорош до поры до времени. Мне кажется, очень скоро появятся другие войска элитные. И при том же уровне, что и у Борова, они будут гораздо выгоднее смотреться. Допустим, те же танки Ампер, равные по уровню Борову, будет, наверное, намного лучше. Ну, и другие войска тоже. Итак, друзья, на этот раз мы сражаемся против Армагеддона. Сражаемся вдвоём. Ладно, у меня, в принципе, такая... Пулемётчики, пехотинцы. Этот враг выводит сразу двух пулемётчиков. Одних из них на центр. Пусть выводит. Слушайте, ну у него много народу. Мне просто неохота сразу пехотинцев выводить на поле боя вроде как. Вот, сейчас против всех их пулемётчиков отлично танк справится. Да, похоже, что не справится, потому что уже по нему орбитальным заряжаем. Так, пр mor's the same. Сожаловать в pruebsка. Хоть она кому-то нужна, потому что не далеко. Да, проработа. Ольга. Хоть блин, попробуй, этогоıyorsun. Ольга. Ольга. Проработа. Проработа. Так, ну и мы в принципе побеждаем У меня был еще Боров Но судя по всему в нем уже нет никакой необходимости Вот мой союзник очень хорошо играет, 240 тысяч урона У меня так 168, но вот мне Борова дали в конце Если бы он был у меня в начале, то было бы страшно Но слава богу, что он у меня был в конце И у меня не было соблазна его использовать А под конец уже было понятно, что он не нужен И его можно сэкономить Собственно говоря, как и отряд пиротехников Ладно, отличный результат Плюс единичка славы, плюс дипломатия Забираем нашу награду И регистрируемся еще на одну битву Так, здесь у нас целых 3 ската можно взять И при этом 1 танк То есть у всех будет 1 единица обычной техники И возможность использовать 2 единицы элитной техники Ну, не знаю Не знаю, насколько они реализуют эту возможность Вот мне, знаете, на этот раз почему-то неохота Ну, тратить какие-то мощные силы Ладно, возьму этого Борова Раз уж меня судьба уберегла от его использования один раз Может быть убережет и еще раз И знаете, что, пожалуй Пожалуй, можно, в принципе, слить уже оракула Он как-то совсем серо смотрится на фоне другой техники Как-то и урон его выглядит уже слабенько И здоровья у него что-то мало И вроде как он уже такой слабый И никому и не нужен Да, давайте мы его отправим уже в расход На пенсию Отряд ледокол 3 уровня Есть отряд ледокол 5 уровня Так, ну ладно Мы пиротехников сливаем Сливаем их дальше Ну, а здесь Можно взять один отряд и ястреб Ладно, что ж Ждем Ждем, пока настанет битва О, нас уже трое набралось Кстати, пока ждем, ребята Сейчас же вот активно эту соцсеть Внутриигровую развивают Я вот тут недавно заметил Что сейчас раздают золотые По 100 слитков Но получат только те, кто первыми оставит комментарии На странице Сергея Волкова Ну, собственно говоря Его посты всегда синим выделяются Как посты администрации Я такой начал считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Думаю, сейчас сосчитаю Если 20 еще нету, то как бы можно участвовать Но потом заметил, что он уже здесь написал Что спасибо за вашу активность, друзья Первая двадцатка получит призы Ну, значит, уже поздно Ну, вообще можно так следить, наверное И обращать внимание Также тут есть какой-то Айнур Айнурныр Местный, не знаю, стихоплет У него там постоянно какие-то стихи появляются У него там Ну, не знаю, даже можно, наверное, на него зайти Посмотреть, сколько у него здесь подписчиков Или уже не показывают Раньше, по-моему, показывали Сколько человек подписано на этого игрока Да Сейчас уже не пишут Слушайте, он уже на иностранцев, да, работает О, лорд, this has not happened to me before Блюз, харп, соло И ему ребята там даже что-то по-английски отвечают Ну, это русские, да, отвечают А вообще он какие-то стихи постоянно пишет Даже детям не будет секретом Не читайте газет за обедом И не надо совать пальцы в рот Зверю, если он бегемот Ну, свершилось сейчас озарение Я поведаю вам откровение Сок томатный не пейте холодным Он совсем безвкусный получается Я не знаю даже, сам он эти стихи придумывает Или откуда-то берет Ну, наверное, сам В твоей ленте мелькнул Айнурныр Желтым светом хэштег засиял Может он тебе и не кумир Но твой день чуть светлее стал Да, пожалуй, что сам Айнурныр не в настроении Белый свет ему не мил Пережил он нападение В нос комарик укусил Ну, это, знаете, что-то знакомое Ладно, не важно Вот, в общем, важно, что здесь есть такая Лента новостей Можно, когда ждешь боев Вот там иногда заглянуть Что-нибудь, почитать Отписаться Ну, как-то вот так обычно время коротаю Потому что вот еще Минута осталась Ну, и чем заниматься Вот, как правило, туда залазю Там что-нибудь посмотрю Почитаю Полистаю Ладно Вас тоже не буду задерживать В общем, нажму на паузу Пока не начнется бой Так, ребят Вот мы и на месте На нас тут уже вовсю нападают Какой я? Я Я самый левый Эй, а что я левый-то сразу? Так, ну ладно Шучу, конечно Так, кто у нас пойдет? У нас пойдет пехота Ну так, только, знаете Чтобы маленько поданковать И сразу выведу Борова Вот прям незамедлительно Посмотрим, что против него Предпримут наши враги Они, наверное, начнут его сразу засыпать Там всякими Скатами И прочим А мы его, если что, полечим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, в принципе у нас тут все неплохо Наш Боров по-прежнему жив Мы прорываемся Вражеские Боровы мертвы У меня 246 тысяч урона У Виктора 463 Виктор вообще заряжает его Но Игорь пока что отстает Всего 60 тысяч У меня есть еще Оракул Но я думаю, его уже нет смысла выпускать Мы и так, в принципе, выигрываем Можно его и сэкономить Для будущих битв Да, здесь уже это лишнее Смотрите, у нас тут техники Прорывается по правому флангу Аж целых 4 единицы Так, враги тут тоже Боров используют Ну и Боров их уже не спасет Все, друзья, победа Ммм, 260 тысяч Читы 512 У Игоря 95 У врагов тут... Ну, врагов он тоже Майк Смит Это вообще какой-то клан иностранцев Да, был? Как они? Рафлес Виджиланс Да Какой бы русский так назвал клан Я даже это выговорить с трудом могу Рафлес Виджиланс В общем, Майк Смит Да, там Ричард Шак Какой-то Альберто Буэтиста Сото Господи Ну, в общем, победили мы этих ребят Забираем награду Итак, друзья На этот раз у нас сражение против Ночные тени Бой 3 на 3 У нас, кстати, вот ребята без специалистов А там полностью Укомплектованные Наверное, это что-то и дозначит Смотрите Тут такой активный проход на мою сторону Ну, ладно Посмотрим, что у ребят из этого выйдет Попробуем ранний танк выпустить Не знаю Получится или нет Да, е-мое Дайте мне Домовую завеску Пожалуйста Дайте мне ее взять Так, что тут у врагов Тут какая-то техника Аж 2 единицы Ладно, они едут сами по себе Их сейчас Пехотинцы застреляют О, смотрите Блин Плохо, что не отображается Не видно, куда шмалять Где техника А где нет Мне кажется, вот здесь танк И еще один танк, да О, смотрите Здесь 2 единицы техники Сразу 2 накрываем Отлично Что не отлично Так это у меня На левом фланге Смотрите Тут опять 2 техники Что ли А нет Это не все техника А вот у нас На левом фланге Артиллерия выходит Это не очень хорошо Так Погодите, ребята Дайте Вот так я сделаю Так Здесь у нас много пехоты Отправим оракула Чтобы ее как-то сдерживать Правый фланг Я даже не знаю Справляется у нас Или нет Надо, наверное Выйти на поддержку Вообще у нас И центр Что-то плохо себя чувствует Блин Они прорываются До нашего флага 236 урона у меня У Виктора 400 тысяч Еще одного парня 120 Так Ну ладно Попробуем Защищаться от центра Я не знаю Хотя тут Уже на меня нападают На мой флаг Вон Два танка едет Артиллерия идет В общем Все безнадежно Друзья Сейчас нашего оракула Не станет Там еще У врагов Боров едет В общем Все вообще Не слава богу Об артиллерии Я уже ничего И не говорю Ребят Ну используйте Вы свои РПГ Вы же только Для этого И созданы Чтобы с РПГ Закидывать вражескую технику Вообще Тут похоже Кроме моих войск Никого на карте Не осталось 372 тысячи урона У меня Но это ничего Не значит У врага Вон Артиллерия Техника И все О Сейчас на минах Наш танк Подорвется Конечно же Ну Вот такое Вот ребята Поражение Я под конец Добил 400к У врагов Он У Романа 529 Тысяч урона Ну И Игорь У нас Маленько Подвел Кстати Вот этот парень Сейчас может Вплотной Подойти К артиллерии Да И ее Просто Уничтожить 6400 Ну В итоге К нему В спину Зайдет Этот танк Который Видно Высылался Не на флаг А просто Так Вперед И уничтожит Нашего Последнего Бойца Вот Если бы Я Отряд Хотя бы Легкой Пехоты Наконец Приберег Я бы мог Сейчас С флага Отправить И они бы Наверное Этот танк Под орех Разделали У них Там Знаете Ну У моих У моей Легкой Пехоты Очень сильное РПГ Там Что-то По 14000 Урона Наносят Ладно Вот такое Вот Обидное Поражение Так Ну что Друзья Это еще Ничего У нас есть Еще Клановые Сражения Мы можем Взять Реванш Ну Если не с этим Кланом То с каким Нибудь Другим А можем Мы не Взять Можем Проиграть Все Сегодня Тут Ведь Никогда Не знаешь Где Найдешь Где Потеряешь Так Ну Выкладываю Такие Знаете Силы Которые Не жалко Что послабже Это Все Жалко Это Жалко 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 Пятый Уровень Пятый Уровень Тоже Можно Приберечь Ладно Возьмем Вот Такого Парня И Вот Есть У нас Третьего Уровня Едокол 1600 Здоровья 1200 По танкам Ну Можно Их Потратить Можно Огнеметчик Вот Третьего Уровня Я Короче Сейчас Сливаю Своих Наймов Которые Мне Уже Кажется Устаревшими И слабыми В общем Вот так Вот Я возьму В бой К сожалению На специалистов У меня денег Нету Так что Отправимся С тем Что есть Так Ну что Друзья Наш Следующий Бой Против Стальных Волков Не знаю У них Вообще Ни у кого Специалистов Нету Как то Это даже Выглядит Несерьезно Ладно Пойдемте Сразу Прорыв Попробуем По левому Краю Отправим Элитную Технику Так У нас что-то там В центре Ну ладно Там Ребята Выходят Может От обороны Хотят сыграть Давайте Ледокольщики Парни Подходите Поближе А то же Вам в облаке Ничего Наверное Не видать Слушайте Довольно Слабый Скат Это уже Знаете Показатель Смотрите Как их Расшибает Мог бы Даже Элиту Сюда Не Выпускать Мы И так Справимся Своими Родными Силами В этом У меня Уже Нету Сомнения В общем Судя по всему На этот раз Нам попался Жутко Слабый Клан Соперников Ребята Бейте Вот это Потом Борова Ну все Тут По всем Сторонам Полный Прорыв Полный Разнос Да Все Это легкая И быстрая Победа Даже Наверное Можно Сказать Неинтересный Да Вот Если Прошлый Бой Там Какая-то Интрига Была Там Действительно Было Как-то Весело Ладно Забираем Награду Что у нас И у нас Еще одно Сражение Есть Так Погодите Дайте Ка Вернусь На базу У нас Там Может Деньжат Маленько Накопилось На какого-нибудь Специалиста 142 Монеты Есть Это значит Что мы Можем В баре Взять Ну например Вот такую Девочку Плюс 12% Активных Умений Мне кажется Это неплохо Потому что Я основную Голду Как раз Скидывал На РПГ У нашей Пехоты Которая Наносит 9000 урона А под Специалистом Гораздо Больше Так Ну и ладно Что у нас Касается Следующей Высадки Здесь Пойдут Пехотинцы Пулеметчики Аж Целых Триската Нас Просят Ну ладно Надеемся Что Какой-нибудь Слабенький Враг Будет Искаты Там Ну Если Уж Так Говорить Понадобится Но Не в большом Количестве Так Кого Из Ну давайте Последнего Легодокольщика Отправим Третьего Уровня Чтобы он Больше Нам Глаза Не Мозолил Из Легкой Пехоты Спецназ Ястреб Из Элитной Техники Пойдет Один Танк Молот Ну и давайте Самоходную Гаубицу Одну Зарядим В принципе Уже Третьего Уровня Не такая Крутая Но все равно Вещь очень Полезная Поэтому Сильно Сливать Я их Не намерен Хотя В принципе Мои Гаубицы Затмени Уже тоже Довольно Таки Хороши По крайней Мере По пехоте Они бьют Больше Единственное Что у меня Их Почти Нет Хотя Знаете Я недавно Заметил Что Когда Участвую В битве За алмазы Там же Теперь Начали Давать Призы Если У вас Идут Победы В подряд Я вот Не знаю Как там Некоторые Игроки Мне кажется Вообще Могут По многу Побед В подряд Делать Я там Помню Раньше Когда Они там Соревновались Чтобы Получить Вот эту Медаль Когда Каждый День Ну там Надо Несколько Дней В подряд Быть На первом Месте В топе За битву За алмазы И там Были Бешеные Цифры Ну я не знаю Почти по тысяче Побед А то и по тысяче В день Я что-то не помню Но там Больше Четырехсот Точно Побед В день Было Я думаю Большинство Из них Были У парня В подряд И вот Сейчас За первую Победу Дает рейтинг За вторую Победу Дает повышенный Рейтинг За третью Победу По-моему Дает Десантника За четвертую Тоже Элитного Бойца Да Вот этого С РПГ Потом Дают Уже Гаубицу Затмение А что там Дальше Я даже Не в курсе Я вот Один раз Доходил До гаубицы Затмения И ее Не выиграл Ну ладно Это все Отступление Я думаю Те кто Ну часто Зарабатывал Победы Подряд Могут Там что-нибудь В комментариях Оставить Что там Дальше Там С пятой Шестой Седьмой Восьмой Девятой Там Десятой Двадцатой Победы Было бы Интересно Узнать Это Так Ну ладно Хватит Наверное Болтать Как только Начнется Бой Продолжим Видео Ну вот Ребята Три секунды На начало Но уже Не одной Три участника От клана В общем Отправляемся Так Так Что Ожидание Соперников У нас Еще Да Значит Мы Побыстрее Загрузились Так Ну и Кто У нас Здесь Три Два Один Поехали Давайте Нам Уже Показывайте Нашего Противника Барракуда Ребята Затарились Спецами У них Есть Консервные Банки Значит Они В принципе Какие-то Места Занимают Так Ну ладно Я где Я начинаю От центра Да Так Давайте Попробуем Вдвоем Атаковать Вот этого Парня Не знаю Может быть Из этого Что-то Выйдет Субтитры Так, блин, у нас артиллерию там надо Спасать на левом краю Ну ладно, ее уже не спасешь, ее сейчас убьют Блин, жесткая техника, живучая Мой скат ее не добил И вот в этом проблема, она очень жестко Отлечивается, вон пехотинцы пошли Но их перехватывают вражеские пулеметчики Так что здесь тоже все не слава богу У нас вот стоит артиллерия В общем, я отправлю войска ей на поддержку Чтобы враги просто так, ну вот так вот Легко к ней не подошли и не уничтожили Их должны встретить пулеметчики Не знаю, полечить танк Блин, нашу артиллерию снесли с одного залпа Очень жаль, ребят Но она у нас, как говорится, слабая, да? Так, ладно, пойду по левому флангу Танк на танк Тут у ребят артиллерия Артиллерию снесли Так, отлично, наша пехота подходит Я даже не знаю, куда бы зарядить соската Если бы две каких-нибудь вражеских техники рядом стояли Так, давайте против вас вот это, ребята, пойдет Ладно, сделаем вот так Оракулы, я думаю, он сливает старые По-моему, на новые оракулы не было никаких миссий Блин, ну вот этот танк Это вообще жесть Мы против него танк выставляли Пехоту И он все-таки жив Надо было бы против него скат использовать Он какой-то вообще жесткий И он лечится бесконечно Его либо быстро, да, пробить Либо уже не пробьешь никогда Вот в чем проблема Вот этот танк, наверное Надо было все силы на него кинуть И тогда еще можно было чего-то добиться Ну ладно, в итоге что 449 урона у меня 411 у товарищей 135 У врагов он 610 У кого-то там У них один игрок вообще, можно сказать, не участвовал в сражении Они там вдвоем затащили Видели, да, там 5000 там что-то у кого-то было Вот этот танк, короче, жесткая единица Надо было как-то с учетом этого играть И максимальной, наверное, ДПС стараться выдать именно на него Увидел, что он вышел Все, погнал войска на ту ветку Ну не знаю В общем, ну вот такое вот, друзья, поражение Казахстану Ну ладно, на этом, наверное, и закончим С вами был 11101 Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока